Почему я жутко не люблю этот трёп про выборы 96-го года, там вот это, там победил Зюганов или ещё что-нибудь и прочее? По одной простой причине. Потому что вся эта фигня, она отвлекает нас от размышлений, анализа от размышлений на гораздо более важную тему. На тему политического смысла того, что происходило тогда. Проблем, ошибок. Ошибок не только при подсчёте голосов, естественно, и, наверное, в последней очереди при подсчёте голосов. А крупных политических ошибок и не только политиков, но и нас, граждан. И это несопоставимо важнее. Я, к сожалению, за отведённое мне время не смогу рассказать всё, что я хотел бы про этот политический контекст. Потому что он касается, естественно, того, что предшествовало выборам, да, и почему они были именно такие по своему политическому содержанию. Но не менее важно и то, что было после выборов. Это тоже политический контекст выборов 96-го года. Вот про эту вторую половину я не успею рассказать, но вы уже обратили внимание, что я теперь приезжаю сюда часто. Может быть, когда-нибудь у меня появится возможность рассказать про это, а вот про после, да, про смысл того, что после. Вот. Поэтому я расскажу только первую половину. Я... У меня подготовлено большое вступление, но я, конечно, не буду всё это говорить, потому что у вас потрясающая библиотека, потрясающий книжный магазин. Там лежит потрясающая книжка под названием «Эпоха Ельцина». А я имел честь принимать участие в её написании, и там многое написано. Вот. Поэтому я скажу только о главном. Проблема не только в том, что наша страна оказалась к 91-му году, с которого, собственно, формально и реально начинается отсчёт, с конца 91-го отсчёт нашей новой российской истории, страна оказалась в совершенно ужасающем состоянии экономическом, социальном и так далее. Я вижу, что люди, которые здесь сидят, они, конечно, всё это прекрасно помнят. Проблема в том, что страна была фантастически расколота. И это касалось, естественно, и элиты, это касалось общества. Расколота под части того, в чём, собственно, наши проблемы. И что с этим надо делать? И вот этот раскол, он прошёл красной нитью через всю вот эту драматическую историю 90-х. Почему я об этом говорю? Потому что здесь есть фантастический контраст по сравнению со странами, которые прошли вот этот период транзита гораздо более благополучно. Там, грубо говоря, там, просоветские элиты были энергично отодвинуты на политическую периферию, и подавляющая часть элиты действующей, и подавляющая часть общества была консолидирована вокруг очень банальной идеи бежать подальше от совка. Вот была их главная идея, а весь смысл преобразования, который они осуществляли, был очень прост на первом периоде их транзита. Вот у нас когда-то было хорошо до Советов, вот надо сделать так, как было тогда. Они делали так, как было тогда, а потом начались всякие игры с Европы и прочее, и вторая волна модернизации у них началась. Вот все, что у них происходило. У нас все гораздо было сложнее, и с точки зрения объективных показателей, и с точки зрения вот этой социальной. И вот этот раскол, чрезвычайно драматический острый, он прошел через всю историю 90-х, и накрыл, естественно, и 96-й год, определив его, определив содержание президентских выборов. Я остановлюсь на нескольких точках. Это, конечно, прежде всего, 93-й год. Я напомню, что он начался политически от, там, главная предшествующая точка, это был апрельский референдум, на котором Гельцин фактически победил, хотя поездку референдума определял съезд, но Гельцин получил поддержку и лично, и его экономическая политика, что было совершенно неожиданно даже для Гельцина и его команды. И эти результаты были мгновенно ахаяны, проигравшими, и началась очень жесткая конфронтация, включая уличную, когда, я не знаю, помните вы этот эпизод или нет, в Москве во время одного из коммунистических митингов был задавлен милиционер, раздавлен милиционер грузовиком, за которым сидел один из митингующих. Вот так это происходило тогда. Удивительно, этот эпизод есть у нас в этой книжке «Эпоха Ельцина», что в Ельцин, там, кстати, я должен признаться, конечно, там не все. Вы знаете, у англичан есть такое выражение «Elephant in the room», словом, в комнате. Это когда есть какая-то проблема, про которую всем очевидно, что она есть, она очень острая, но никто о ней не говорит. Есть такие вещи в нашей книжке, но из-за этого я скажу, что Ельцин довольно рано узнал о том, что готовят его политические противники на осень, и довольно рано узнал о том, что свозится оружие. Оно складировалось в бывшем парламентском центре, который сейчас разрушен, на его месте построено другое здание. Когда мы говорим про 93-й год, почему-то очень мало задают вопросы, а как такое количество оружия оказалось в Белой Дуне. Вот, Ельцин об этом знал, но он до последнего момента предпринимал попытки найти выход из положения, и один из таких планов был связан с Конституцией. Тогда уже Конституционное совещание, это август, верно, Конституционное совещание приняло свой вариант Конституции, и Ельцин, для Ельцина был разработан такой план, буквально чуть ли не по дням, как вырулить на принятие Конституции вместе с Верховным Советом. Не отдельно, а вместе. И я вместе с Юрием Батуриным и Андроником Меграняном принимал участие в разработке этого плана, и начались контакты между, очень тяжелые между Ельцином и Хозблаковым, самым по телефону, какие-то были сделаны первые шаги, и в некоторый момент вдруг прямо отрубило. Как стало ясно потом, они приняли решение, что нечего заниматься этой ерундой, надо реализовывать свой план на осень. Вот. И то, что сделал Ельцин, это был такой упреждающий удар против этого плана. Вы прекрасно помните, что потом были переговоры в Спасо-Даниловском монастыре. Да, кстати, в том плане, который мы ему готовили, который Ельцин одобрил, были его досрочные выборы, президентские досрочные выборы. Потом был Спасо-Даниловский монастырь, переговоры там уже, во время вот этого противостояния Кремль против Белого дома. И было парафировано соглашение, там, где снова были досрочные президентские выборы, на это соглашался Ельцин. И когда представители съезда вернулись с этих переговоров и принесли это туда, значит, им сказали, да, ребята, вы что, у нас тут свои планы. Какие это были планы, это было известно. Что здесь важно? Какая мораль? Во-первых, понятно, что вот такой эпизод это результат того, о чем я говорил в начале, вот этого раскупа. Это первое. Второе. Это эпизод, в котором Ельцин продемонстрировал то, что он демонстрировал всю свою политическую карьеру, это принятие ответственности на себя, когда нужно принимать очень тяжелые решения. И третье, я об этом буду говорить чуть дальше, Ельцин суммарно как бы политическому капиталу он проиграл в результате. Он победил путь, но как политик, продолжающий активно действовать и дальше, он, конечно, проиграл, потому что на отношении к нему, на рейтинге, на его рейтинге это сказалось. Он выиграл то, что появилась новая конституция, но в остальном он, конечно, проиграл. Тем не менее, 1994-1995 год были довольно плодотворные. Удалось наладить довольно серьезное взаимодействие между исполнительной властью и федеральным собранием. И фактически за эти два года произошла институциональная революция, когда было принято большое число законов. И в самых разных сферах, не только экономика, гражданский кодекс, начнем с этого, фундаментальнейшая вещь, не полностью, там не было еще, как вы знаете, частной собственности на землю. Это появилось уже позже на старте путинского президентства. Это, я не знаю, закон об общественных организациях совершенно замечательный. Это замечательные законы о организации судебной власти и прочее, прочее, прочее. Но и, что забавно, например, закон об общественных организациях принесла в Думу общественная организация. Этот текст был подготовлен на деньги американского гранта. Этот закон рассматривался в комитете, возглавляемом коммунистом Зоркальцевым. И этот комитет одобрил этот закон, предложил принять его в Думе, и он был принят. Да, вот, чтобы было немножко понятно, да, маленькая картинка из того времени. Конечно, его политические оппоненты не упускали возможности пользоваться ошибками Ельцина и так далее, и так далее. Конечно, в это время возникла Чечня, где снова конечное решение принял на себя Ельцин. Я напомню, что ситуация тогда была такая, что Ельцин был бы ответственным за любое решение. Если бы он не принимал решение о военном вторжении в Чечню, он бы был обвинен в последствиях бездействия, а так он был обвинен в последствиях действия. Это просто судьба человека, судьба президента, который оказался в этой ситуации и должен принимать решение. Больше ничего. Но это тоже уменьшило его рейтинг, это тоже уменьшило базу его поддержки, в том числе в элите начали откалываться от него люди. Гайдар, помните, бросил Ельцина после ввода войск в Чечню. Он потом вернулся, но это, тем не менее, было. Вышло несколько членов президентского Совета. Конечно, то, что эти годы, эти два года оказались довольно плодотворными, было связано с очень банальным обстоятельством, о котором не принято было говорить, то, что Конституция была выгодна. Она была выгодна прежде всего регионам. А регионы играли очень большое значение тогда, неспоставимо большее, чем сейчас, в том числе, я напомню, что регионы это Совет Федерации, регионы это фактически полсостава, контролируют полсостава Государственной Думы и так далее, и так далее. То есть, их позиция тогда, что нужно налаживать жизнь по этой Конституции, которая была выгодна, она, конечно, работала и давала результат. Но уже, в общем, к середине 95-го года у Ельцина не осталось никакого рейтинга, и тогда у коммунистов появилось ощущение шансов, которое было подтверждено на парламентских выборах. Четыре дня до выборов в парламент, в Думу, у Бориса Николаевича перед этим был тяжелейший инфаркт, он проходил реабилитацию в Барвихе, и я и первый помощник Виктор Васильевич Илюшин приехали к нему рассказывать о том, что будет на этих выборах, и привезли прогноз, подготовленный аналитическим управлением Марка Мурнова. Дальше следующая сцена. Ельцин читает а там довольно мрачные прогнозы, чтобы было понятно. Ельцин читает эту табличку и говорит нет, это все не так, будет по-другому. И начинает рядом с цифрами Мурнова рисовать свои цифры. Как вообще будет, на самом деле на первом месте будет наш дом Россия, на втором коммунисты, на третьем Рыбкин, так примерно в его представлениях должно было быть. Значит, он нарисовал эти цифры и отодвигает от себя эту бумажку. И тут две руки тянутся. Моя и Илюшин, чтобы схватить эту бумажку, захапать и больше, значит, вот и это через 20 лет это капитал. В общем, победил Илюшин, конечно, он гораздо более опытный бюрократ, чем я, он первый схватил эту бумажку. Вот, как вы понимаете, цифры оказались в результате примерно такие, как прогнозировал Марк Урнов, победили коммунисты, они получили большинство в Думе после 95-го года, и когда они получили это большинство, у них появилась следующая идея. Все, мы побеждаем на президентских выборах. С Ельцином надо кончать. Дальше вы помните выступление Дзюганова на Довосе, да, когда он презентовал себя в мировой общественности, вот, такой сладенький социал-демократ, вот, но он мог обмануть европейскую общественность, мировую общественность, но он не мог обмануть тех, кто был в России, да, он не мог обмануть СМИ, он не мог обмануть бизнес и так далее, и так далее. И еще один эпизод перед этим, это денонсация Беловежских соглашений Государственной Думы. Помните такой эпизод? Когда они дружно, ну, большинством проголосовали за то, что все, Беловежские соглашения больше не действуют, и снова у нас Советский Союз. При этом, конечно, сохраняется Дума, они на своих местах, но Беловежских соглашений нет, а есть Советский Союз. Вот. Для Ельцина, я напоминаю его реакцию, он тогда решил разогнать Думу, просто, вот после этого решения идиотского, ну, все, да, ну, это тоже известный эпизод, он описывался, в том числе, в той же книжке, которую я рекламирую, по-прежнему описывается, но для Ельцина очень важно было, что вот это показывало масштаб и неизбежность возможного реванта. Ну, это было понятно для многих умных людей. Короче, вот это ощущение конца, скорее начало 96-го года, особенно марта, когда были динонсированы Белорусские соглашения, вот это, а потом апрель, да, ВОЗ, да, февраль, наоборот было, да, ага, это потом апрель стал у них, да, а, вот видите, а я проецировал туда, то есть он сначала представил себя социал-демократом там, а потом динонсировал Белорусские соглашения тут. Это еще прикольнее, конечно. Вот, и когда буржуи увидели там Зюганова, поняли, что есть риск, что Запад возражать не будет, хотя это абсолютно несущественно, но для них это было существенно и понимали значит, масштаб проблемы, когда они вернулись назад, а они в результате сговора между ними решили предложить свои услуги Ельцину. Примерно то же самое происходило с прессой и так далее, и так далее. Поверьте мне, поскольку я занимался президентскими выборами с сентября 95-го года, я начал подготовку к этим выборам по просьбе Бориса Николаевича, то я довольно хорошо знаю и помню, что там происходило, и я тогда, например, не только я, не могли обратиться в НТВ и сказать, ребят, помогите, потому что незадолго до этого мы с ними очень сильно рассорились. Помнишь этот эпизод? вот, когда я тебе сказал, что вычеркни мой телефон из своей, значит, книжки, да? Вот, то есть, не было механизмов, не было возможности обращаться у администрации президента и лично у Ельцина к СМИ и говорить, надо нас поддержать. Это было вот это общее, еще одно вот это следствие колоссального размежевания, которое в этот момент превратилось в колоссальный страх реванша. А дальше вот эта компания, компания, которую я вспоминаю с гордостью, потому что мне приходилось участвовать в довольно серьезных компаниях не только на территории России. Это была самая технологичная компания, которую я знаю. и даже про которую я читал. Это была классная компания. Она была прекрасно спланирована, прекрасно организована и прекрасно выполнена. Несмотря на проблемы, которые возникали попутно, и коробка из-под ксерокса, и парк Борис Николаевич, все это вы знаете, все это было непросто, но тем не менее идея, идеи, которые были заложены в самом начале, идеи в том числе апелляции к риску реванша, вы прекрасны, тоже это помните, как там называлась эта газета, не дай бог, который коммерсант, помните, выпускал, вот, все это сработало, и я думаю, что Сергей гораздо лучше меня расскажет про то ощущение, которое у нас было тогда, настолько далекое от не просто идей манипулирования, потому что для этого не было инструментов, в принципе, ни условий, ни инструментов, а просто надо было работать, я только об одном эпизоде расскажу, чтобы было понятно про фальсификации, значит, вот один из корифеев той самой науки, которой сейчас прибегал Дима, Леонид Шнернягин, он рассчитал для нас точки, тоже с точностью до участка, где были на прошлых выборах очень сильные фальсификации, и мы придумали такую акцию под названием молодежный десант в деревне, а этот естественной деревней, естественно этот самый красный пояс, который начинается очень близко к югу от Москвы, с Калуги, по-моему, да, даже Калужскую область он задевает, вот, южные сельские районы, точно эти были точки, значит, что мы придумали, студенты обучаются как наблюдатели, тогда работало фантастически либеральное законодательство, принятое коммунистической думой в 95-м году, избирательное, вот, за что я чрезвычайно благодарен до сих пор, значит, они обучаются как избиратели, их сажают на автобусы, они разъезжаются по деревням Красного, как наблюдатели, как наблюдатели, извините, как наблюдатели, и они как наблюдатели разъезжаются по деревням вот этого Красного пояса, я думаю, что процента полтора нам удалось точно отвоевать, вот, это гигантская была акция, более того, мы после этой акции еще получали звонки от студентов других вузов, почему нас не привлекли, и мы еще привлекли новых на втором туре, усилили на втором туре, вот, вот, как это работало по поводу фальсификации, но я хочу закончить вот такими словами, мы колоссальная проблема еще, которая усугубляла всю эту ситуацию, это, конечно, политическая психология, патерналистская политическая психология населения в условиях появляющейся демократии, которая выглядела примерно следующим образом, что наша роль состоит в том, чтобы пересесть на правильный поезд, вот мы на выборах делаем правильный выбор, ну, можно сказать по-другому, мы сажаем правильного машиниста, и на этом наша функция кончается, наша функция как избиратель на этом кончается, дальше все зависит от машиниста, на нем вся ответственность, это более или менее верно на железной дороге, потому что даже на железной дороге кое-что зависит от нашего поведения, вагонов, но это абсолютно неверно в обществе и неверно в условиях только-только на рождающейся демократии, это один из ключевых уроков, тогда и он сказался и потом, позже, в начале нулевых, перекладывать всю ответственность на машиниста, демократия хрупкая вещь, которая нуждается в постоянной защите и поддержке, и она обеспечивается только гражданам, или, если угодно, в первую очередь гражданам. И это тоже одна из колоссальных проблем, наряду с вот этим размежеванием, которое проходило фоном, влияющим фоном в те времена. Все, спасибо, я передаю микрофон. Спасибо, Георгий Семенович. Я позволь тебе небольшую реплику на словах модератора и человека, который тоже имел некоторое отношение к выборам 1996 года, но совершенно, я бы сказала, по другую сторону баррикад по сравнению со всеми участниками уважаемого собрания. Нет, я не была в штабе Зюганова и не голосовала за Зюганова, просто я работала в газете «Московские новости», и я хочу сказать, что вот то, о чем сейчас упомянул Георгий Александрович, было на деле значительно более сложной ситуацией, потому что журналисты, во всяком случае та часть из них, которая хотела профессионально и честно выполнять свой журналистский долг, оказалась в очень сложной ситуации, не потому, что на журналистов давили сверху, и не потому, что нам выкручивали руки, а не было таких рычагов, действительно, нам было трудно выкрутить руки. Дело было в том, что действительно большинство журналистов симпатизировало, может быть, не столько самому Борису Николаевичу Ельцину, сколько тем силам, которые были рядом с ним, и которые он символизировал. И, естественно, в этой предвыборной кампании им было очень трудно сохранять объективность. И споры внутри журналистского сообщества, я вам скажу, что, наверное, с тех пор, со времен 1996 года, я не припомню больше такой остроты споров в профессиональном сообществе, о том, насколько можно поступить с профессиональными принципами, а насколько именно поступиться нельзя. Например, та газета, в которой я работала, Московские новости, она изначально продекларировала свою позицию над схваткой и старалась изо всех сил придерживаться этой позиции, хотя, повторю, 90% журналистов, работающих в газете, симпатизировали в стороне Бориса Ельцина и 100% не симпатизировали Зюганову. Ну, может быть, 80% Ельцина и 100% не симпатизировали Зюганову. Выдержать нормальную работу в этой ситуации такого внутреннего, внутренней сложной обстановки, не внешнего давления, а вот разборка самими собой, это было очень сложно. И я, прежде чем передать слово Сергею, просто один эпизод из вот этого финального, финальной недели перед 96-м годом, когда мы понимали, что победа Ельцина не гарантирована. Это правда. Никто не был уверен в том, что он победит на выборах, с учетом всех обстоятельств, учитывая его тяжелое состояние здоровья. Главный редактор принес из Кремля, поскольку я много раз при нем эту историю вспоминала, тут как бы, поскольку его нет на сцене, он мне бы это простил. Вы много раз вспоминали, в том числе и публично. Григорий Шалашак принес из Кремля блистательный репортаж личного фотографа Бориса Ельцина Дмитрия Донского, где, ну, президент с человеческим лицом, скажем так. Это действительно была уникальная съемка, где Борис Ельцин был с Татьяной, с Найной Иосифовной. Ну, вы могли видеть эти фотографии, они у нас здесь есть, частично в музее, частично были на выставке. И, конечно, любой профессиональный журналист был бы счастлив опубликовать такую съемку и такой репортаж. Но это была неделя до президентских выборов. И редколлегия московских новостей сказала нет. Главный редактор попытался уговорить коллегию, потому что действительно это было классно и здорово с профессиональной точкой зрения. Голоса разделились, но большинством голосов редакционная коллегия московских новостей решила не публиковать этот фоторепортаж ограничиться лишь одной фотографией, но при этом давать фотографии из Угланова и остальных частных событий. Уже понятно, что было только 20 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...